Вот мы проходим беседу с людьми, которые уже разработали технологию, когда, допустим, получают электричество на месте. Допустим, маленький генератор размером чуть больше этой бутылочки, опущен в бочку с водой, полностью электричество нужно целому дому. Пока еще нет. Пока еще нет. И более мощный генератор, который на гидроударе, по принципу гидроудара и не сжимаясь после воды, это один, есть и другие варианты. Планируется, в принципе, в дальнейшем, когда придет финансы, ну, он ожидает, что скоро будут идти финансы, надеюсь, уже в ближайшее время. И именно задача, именно создание качественных продуктов питания, без которых, понимаете, нельзя отсюда, учитывая наличие геномофицированных продуктов. Это первая задача, потому что это одна из главных, что мы будем делать сами. Тоже, опять-таки, нужно строить предприятия, организовывать все и так далее, для этого большие финансы нужны. И финансы тоже строят такие предприятия, которые именно будут выпускать, что, видишь, потому что, если каждый человек будет иметь в своем доме, особенно там, где удалены районы, вот такие генераторы, во-первых, человек получается свободным. Никто не может повысить цену, и, типа, если не платишь, отключай, понимаете. То есть, человек получил генератор, генератор работы, он может купить два, один про запас, если что-то такое, просто ломаться, все ломается, правильно же. И нужно будет купить генератор, и все. И главное, чтобы добиться так, чтобы цена на генератор не была заоблачной, чтобы человек мог их купить. Это тоже наша задача и цель. Поэтому, если жестко надо проводить, чтобы не загнули цены, не загнули, чтобы платить каждый месяц, знаете, как за аренду, ведь хитрый мы придумали, не продать, а аренду, типа, ты платишь за аренду в этом приборе. Как бы бесплатно, но каждый день платить. Да. Вот, это не допустим. Лучше, как это, чтобы было продано. И представьте, что это, во-первых, уже получается независимость. То есть, человек, по крайней мере, не останется в темном доме. А если электричество, можно и отопление уже, и так далее. То есть, это ни газ не нужен, это не нужно, так сказать, ни дрова не нужны, то ли изгробить, правильно? Не нужно, допустим, многие другие вещи. Это выход из положения. И главное, что человек становится свободным. Потому, что пока существует провод, который подводится, и который любому, кто денежкой считает, может ее обрезать, мы рабы. Вот такие вещи будут происходить. Поэтому, а пока, ну, пробуйте. Я не скажу, что это хорошо, но если учишь, то у кого. Но, понимаете, в принципе, в любом случае, знаете, даже, в принципе, в любом случае, это воровство, как в любом случае, догадается. Потому, что эти деньги, которые вы недоплатите, вы думаете, они из своего кармана снимут? Они снимут за оплату служащие, и так далее, и так далее. Что они знают, сколько было выпущено. А, плохо работает, и так далее. То есть, аукненность чаще всего не по владельцам, паразитам, а по простым людям. Поэтому, в небольших масштабах-то не проблема. А нужно решать проблему не так, а смотрю, что я кардинат говорю, что тут будут построены предприятия, которые будут выпускать приборы, которые позволят человеку, допустим, в маленьком пруду, или, допустим, в дождевой бочке, опустим гениант в положение, чтобы он опускался в воду, в единственное условие, получать электричество, нужное для обеспечения электричества. Все, всех нужно. Более мощную ферму целую, чуть больше ферму обеспечить. И в любое место, это не нужно. Дальний Восток, Заполярье, где угодно. Только чтобы жидкая вода была. А там, где жидкой воды невозможно, зимой там жидкой воды тоже нет. Есть другие генераторы, которые работают на темной материи, там не нужны воды. Там нужно просто комбинации того-то, где районы холодно долго, значит, на воде долго не протянуть. Или нужно опускать под воду, подземню глубоко, где не замерзает. Чтобы не было льда. Главное, чтобы было в воде. Ну, тоже можно вариант. То есть, и так, но Заполярье, где вечная мыслота, особо глубиной не пророешься. Поэтому там сложно. Другие варианты есть. Вот такие варианты нужно будет действительно делать. И тогда можно людей действительно... Наша самая задача не только проснуться. Наша самая задача сделать так, чтобы люди перестали быть рабами. Жизнь комфортная. Да. Чтобы они не думали, что заплатить за электричество, за газ, за воду. И все. Не заплатишь, отключат и загнешься.